Друзья, всем привет! Сегодня я приехал в компанию Аквасистом, нахожусь сейчас в учебном центре. Компания Аквасистом производит различные кроельные фасадные материалы. Сегодня я хочу сделать пост по поводу металлического сайдинга или металлических панелей. Представитель компании Аквасистом Алексей Исаев. Давайте я камеру переверну, чтобы было удобно видеть. Алексей, хочу тебя попросить, чтобы ты рассказал про металлический фасад, про ваши металлические панели, потому что мы много делаем фасадов из фиброцемента, из пластика, из металла не делаем. Возможно, ты меня сегодня переубедишь. Есть у меня тоже какие-то такие заморочки свои по поводу этого материала. Мне в целом ваш материал нравится, если по сравнению с другими конкурентами. И внешне вроде как бы. И по цветам. Поэтому хочу, чтобы ты мне что-то рассказал. В целом расскажи, что такое металлический фасад, где он вообще используется. Ну, давайте начнем с чего, Паш? Самое, наверное, основное. Снимем предрассудки наших уважаемых заказчиков по поводу металла в целом. Потому что металлические фасады очень распространены в скандинавских странах. То есть, Дания, Швеция, Финляндия, Норвегия. То есть, спокойно монтируют, проблем никаких. Живут и не помирают, да? Да, живут и все хорошо. Не боятся там температуры. Сейчас мы разберем как раз по пунктам основные, скажем так, страхи наших обывателей. Значит, первый момент. Давайте вот про металл. Во-первых, материал очень легкий. Касаемо тех же, допустим, фиброцементных панелей, которые имеют достаточно приличный вес. Если мы делаем реконструкцию, например, мы же не делаем анализ того, какой фундамент, какие он нагрузки выдержит. Правильно? Никто не делает. Никто не делает. Соответственно, фиброцемент весит достаточно много. Ты монтируешь, ты знаешь. Мы повесим фиброцемент, выдержит у нас фундамент. Никто не знает. Здесь вес намного меньше. По поводу этого я не буду спорить. Я бы подискутировал, но речь сегодня не об этом. Дальше эстетика. Вот визуально сейчас на камере будет хорошо видно. Если с двух метров, никто никогда в жизни не скажет, что это металл. Вот он мне не нравится. Он не отдает бликами именно ваш фасад. Он такой достаточно матовый. И это прикольно. Издалека вот даже вот отсюда я смотрю, он смотрится прикольно. Я это увидел. Почему у меня идея сейчас вот этот ролик снять? Потому что когда мы снимали видеоролик по поводу модульного металлочерепицы, а модульную металлочерепицу я очень люблю. Она, с моей точки зрения, вернее, только она имеет место быть из металлочерепичных крови. Вот очень удобно. Я увидел этот фасад, и он мне понравился. Поэтому сегодня мы с вами с тобой договорились снять совместную съемку. Вот он смотрится реально прикольно. Ну, тогда, Паш, продолжим дальше. Мы проговорили про вес, мы проговорили про эстетику. Эстетика прикольная. Да, теперь вопрос долговечности. Опять-таки это металл, если мы будем сравнивать с тем, что там пластиком с винилом, но понятно, что срок службы металла... Винил, смотри, вот на моей памяти, да, и практике, примерно его максимальный срок это 15 лет. Максимально. 15 лет. Вот касаемо металла... Через 15 лет морально его уже хочется поменять. Да, мы даем гарантию 25 на металл. Это только гарантия. 25 это на что именно? Это на полиэстер. На Урал гарантия будет больше, естественно, на полиуретан. Но даже на полиэстер 25 лет гарантия, то есть это гарантийные обязательства. Соответственно, срок службы, он, как правило, гораздо выше, чем гарантийные обязательства. Теперь дальше. Стойкость к ультрафиолету намного выше, если мы будем сравнивать с пластиком. Про эстетику мы поговорили. Далее. Тепловое расширение. Опять-таки, тепловое расширение пластика, тепловое расширение металла. Но у пластика тепловое расширение в 7 раз больше, чем у металла. Соответственно, пластик у нас ведет, металл с этим проблем нет. Касаемо фасонных деталей. Тоже очень важный момент. Если у нас какой-то сложный фасад, нам нужно что-то придумывать, из металла, мы можем согнуть любой декоративный элемент. Ну, даже вот, если далеко не ходить. Вот они, да, сделаны заглушечки. То есть, сейчас мы попробуем их снять. То есть, чтобы нам здесь не заморачиваться, не делать красивый... Просто заглушка вручную сделала, да? Покажи. Вот этот рез под 45 сгибается из металла. То есть, это обычный металл, можно было согнуть из такого? Можно было согнуть. Да, это обычный металл, можно согнуть было из фактурного. Проблем никаких, мы заглушечку поставили. Вот так же любую фасонную деталь мы можем сделать. То же самое, по ширине можно там сделать любую. Конечно, с пластиком есть определенный набор, ты прекрасно знаешь. С пластиком есть определенный набор, и с пластиком-то, например, не рекомендуется использовать... Так как металл, он имеет определенное нагревание, да, ты не можешь взять там около оконка из металла. Ну, вернее, ты можешь это сделать, но производитель не рекомендует. Не рекомендует. Опять же, пластиковая приоконка, она крепится у нас куда? Пластиковая приоконка крепится к финишной планке тоже так же, как и здесь. Здесь, но просто есть варианты, когда идет крепление... Не, ну ты, например, у пластиковой у колоконки, у него там ширина наличника, например, вот, не знаю, там, 8 сантиметров или 7,5, и все. И то же самое у тебя откосная часть, у тебя же она может быть любой, условно, ширины, да, и ты не можешь... Если у тебя ширина откоса 25 сантиметров, а у колоконки 20, то ты уже, получается, колхозить что-то нужно. А из металла ты можешь согнуть, да. Да, из металла ты можешь сальвить любой, пожалуйста, размер проблемы. Тут я соглашусь. И то же самое ширина наличника. Да, она вот здесь вот небольшая. Ну, здесь 50, можно 100 сделать. Можно 100, а можно сделать и 150. А можно 150, можно сделать 200 вообще проблем. Да, ну вот если говорить про фиброцемент, у нас самая большая ширина, ну, вернее, самая распространенная ширина это 13 сантиметров. 13-14 сантиметров. Ну, обычно, да. Извинила ты не сделаешь, что ли. То же самое углы. Касаемо размерности, тоже очень важный момент. Мы изготавливаем панели длиной до 6 метров. То есть до 6 метров это длина одной панели, прям безпериумно. Длина одной панели, да. И еще один важный момент. Они все 6-метровые или они могут, ну, как под заказ ты можешь делать, там, полтора метра, не знаю, 3 метра, 2 метра? Под заказ, если у нас есть точные размеры фасада, но, опять-таки, не проектные. Потому что, как правило, ну, то есть, сам знаешь, проект, он не... У запасов надо брать. Совпадает. Нет, мне нужны точные размеры. Если у нас есть уже готовый фасад, ну, я имею в виду уже с под конструкцией, снимаешь точные размеры, мы здесь на производстве нарезаем все точного размера. Я понял. Начиная от 40 сантиметров, любой размер мы можем... Ну, да, удобно, если там, что ты на 6 метров, то ты целиковую. А стыковка как? А, вот, вижу. Стыковка тоже очень интересный элемент. Производим только мы. Очень важная вещь. Называется Т-профиль. Ну, сейчас, наверное... То есть, вот оно. Очень удобно. А, то есть, ты просто потом сверху, как накладку, сделал? Да, то есть, мне вот здесь вот не обязательно заводить это и точно обрезать. Потому что вот ширина вот этой накладки, она 50 миллиметров. И даже если я панель где-то криво обрезал, в любом случае, я вот эту накладку вставлю, все, и у меня рез этот закрывается. Смотрится очень красиво. И надежное соединение. И самое главное, быстро. Если с точки зрения монтажа, то мы не мучаемся, не ковыркаемся там, не с H-профилем. Или там, с G-профилями. Вот это решение. Потом, если продолжать о наших преимуществах разговора... О преимуществах конкретно ваших? Или по поводу... Мы об этом поговорим. Потому что еще одно бытует мнение, что металл очень громкий. Шумит, да. Да, шумит. Есть у нас вот такое решение. Фильную часть показывать не буду. Секретная. Все, секретная информация. То есть, все. Но вот это намного приятнее по звуку. Ну, это опять же, он в руках, идет некоторая вибрация. Если его сейчас я закреплю, мы представим, что у нас здесь обрешетка, то звук будет как у дерева. Показывать нельзя, да? Показывать нельзя, да. Наша разработка. И касаемо... Ну, хотя примерно, что там намазано чем? Нет, тут идет наклеена специальная лента. Наклеивается. И мы достигаем шума. Ну, она наклеивается, когда ты приехал на объект, ты должен сидеть ее монтировать? Нет. Это... Или это на производстве? На производстве все. То есть, мне не надо сидеть, это ерунда занимается. Нет, это все делается на станке, а там же, где идет штамповка, нарезка автоматически. Ну, реально, это круто, это, блин... Потому что у меня звук металла, он... Ну, как один из заморочек, который у меня был, это вот этот звук металла, блин... Звук и нагрев. Касаемо нагрева, тоже считаю, это не совсем, так скажем. Почему? Ну, нагреваются все материалы. Ну, почему? И камень, и пластик, и металл. Хороший пример есть один наш с тобой коллега, который занимается производством лаков и красок. Он... Производили они замер темного цвета, то есть, дерево покрашено в темный цвет, там, 8-17, то есть, он получается темно-коричневый. При сильном солнце и при температуре, там, плюс 28 градусов, нагрев был до 104 градусов. Ничего себе. И дерево начало растрескиваться, поэтому металл, он нагревается не намного больше. Так что тоже момент важный. И касаемо замка, тоже очень важно, такой замок делаем только мы. Вот эта часть, вот эта вот ступенечка. Это тоже секретная информация? Ну, это не секретная информация, это даже есть в наших материалах. Что это дает? При ветровых нагрузках у нас панели не гремят, то есть, идет вот соединение. Ну, а у металла они гремят, да? У других производителей нет вот этой ступеньки, они ее почему-то не делают. И когда сильный ветер, у нас панель гремит. Вот этот вот зацепчик, он позволяет этого избежать. Ну, то есть, замок встает более жестко. Да, жесткая фиксация, и у нас панель не вибрирует из-за этого. То есть, нет вот этого колебания при ветровых нагрузках. Тоже момент очень важный. И цветовая гамма, соответственно, у нас вот здесь приставлена. Опять-таки, панели у нас могут быть гладкие и могут быть фактурные. То есть, вот здесь вот показан фактурный вариант. Ну, и вот он, вариант гладкий. И у нас производится два вида. Получается, у нас идет скандинавская доска, которая имитирует у нас, получается, фиброцементный. Фиброцементную елочку. Да, елочку. Идет она, скандинавская доска, широкая, 200, узкая. Вот это что-то столбы, это забор, что ли, такой? Это еще один вариант того, что мы производим. Это модульное ограждение. То есть, если человек хочет сделать себе какое-то интересное... Модульное, это как понять? Вот это модуль? Нет, нет, нет. Размер может быть разный. Можно сделать 3 метра высота, 4 метра высота. Ширина секции тоже может быть различной. И дальше мы набираем теми же панелями, которые используются на фасаде, но набираем уже ограждение. И опять-таки, набирать мы можем как горизонтально, так и вертикально. И можем делать комбинацию цветов. Можем где-то менять. То есть, допустим, одна секция у нас пошла горизонтально, вторая секция вертикально в разных оттенках. Ну, например... Ну, как вот здесь, вот я вижу. Да, да, да. То есть, вот здесь у нас, грубо говоря, идет принтек. Здесь идет панель гладкая, матовая. И можем мы, допустим, одну секцию сделать принтеком горизонтально, а следующую секцию сделать матовым вот в этом цвете вертикально. Потом опять, то есть, чередовать. Можем одну секцию набирать из разных панелей. То есть, вариантов достаточно много. Вот даже сейчас вот я стою на солнце, ну, не на солнце, да, вот свет падает сюда, но нету мат, но нету глянца вот такого, бликов. Нет, бликов нету. И смотрится очень хорошо. И, так не странно, пользуется популярностью именно матовые, даже гладкие, не фактурные панели. Прикольно смотрится. Очень интересно смотрится. И еще раз повторюсь, что вдалеке никогда не увидишь ты, что это металл. Ну, вот еще один тоже вариант. А ты мне скажи по поводу, вот я смотрю, где-то брус, где-то елка. Там какие вообще варианты есть? Брус, елка, что еще? Ну, два варианта. Значит, получается у нас, еще раз тогда повторюсь, есть у нас скандинавская доска, имитация узкой, узкого бруса 150-го, имитация широкого 200-го. Скандинавская доска двойная. И... Как понять, двойная? Вот это одинарная панель? Вот это одинарная панель. А есть двойная? А есть двойная, она немножко меньше, но она будет двойная. А, я понял. И скандинавский брус, то есть это имитация бруса 150-го, и имитация бруса 200-го. То есть если у нас дом достаточно большой, соответственно... Вот это какой? Это 200-й. Это 200-й, да. А вот это 150-й. Вот это 150-й. Если у нас фасад не такой большой, это уже нужно подбирать в зависимости от того, какое у нас строение по размеру, ну и от пожеланий заказчика, то, что заказчик хочет увидеть. Поэтому вот такие есть варианты, и представлены здесь цветовые оттенки. Ну, вот цветовыми оттенками мы еще работаем, и будем цветовую гамму увеличивать. Увеличивать, я понял. Это новый продукт, да, у вас? Это новый продукт, производится он относительно недавно, здесь порядка двух лет только мы его производим, но сейчас уже набирает популярность, поэтому... Ну, мне понравился ваш новый материал. Думаю, что за этим в том числе и будущее, потому что решение относительно недорогое. Если мы будем сравнивать, допустим, с фиброцементом, ну, я именно про стоимость говорю, и очень просто в монтаже. То есть собирается, как конструктор лего, никаких там... Просто я бы не сказал, любите вы говорить про простоту. Когда приезжаешь на объект, ни хрена не просто. Ну, конечно, у нас есть окна-двери, ты же понимаешь, что самая заморочка. У нас есть такой вот узелочек при оконных элементах, то, что мы рекомендуем и предлагаем, то есть чтобы у нас здесь вот стыка не было видно, делать не разрезая здесь, а здесь делать в накладку. Ну, я помню, это стандартный вариант у колоконки, у пластика. Мне вот этот вариант, на самом деле, больше нравится. Ну, мне он тоже больше импонентен. Потому что здесь стена, да, ну... Ну, так правило, вот здесь вот с этим монтажники всегда возятся. Здесь, как обрезали, поставили вот эти вот декоративные элементы и все. Да, это прикольно. Надо только взять их не так, как у вас, да, другого цвета. Ну, здесь просто как примеры показывают. Да, вот взять из такого. Ну, и как еще по поводу сложности, можно вот показать вот эти элементы, да. Ну, вот здесь то, что все обошли металлом. И вот эта вот часть, немножко сейчас забегу в кровельную тематику, так называемая чебурашка, вот это вот ухо, когда у нас уже выносные балки начинают вот здесь, понимаешь, да, что я говорю, городить вот этот огород, вот здесь вот это все смотрится намного эффективнее, эффектно вообще. Еще вам покажу, друзья, без вот этого уха. Вариант. Здесь вот сделано наискосяк, тоже прикольно смотрится. Тоже, без проблем, ради бога. Любой каприз заказчика. Под 45 градусов, да? Под 45 градусов, да, елочкой, пожалуйста. И если пройтись, варианты по стендам, да, вот, смотрите. Разные цвета, широкий брус, елочка, бежевый цвет с коричневым. Ну, это классический вариант, вот черный. Посадь, это больше вот уже на Скандинавию, особенно вот этот рыжий. Да, 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 вот это вот такая датская тема. Датская норвежская тема с белыми водостолками, обходом окон. Даже вот такой вот зеленоватый прикольный цвет. Тут уже идет под дерево. И популярный 7024 цвета с бежевыми около оконки. В принципе, тоже интересный вариант. Ну, и модульная металлочерепица, про нее у нас есть ролик. Сейчас у нас есть несколько объектов по поводу модульной металлочерепицы. Три объекта. В общей сложности это где-то тысячу квадратных метров. Тоже будем снимать, рассказывать. Ролик, как мы здесь вот в учебном центре снимали, у нас есть. И монтаж, и в чем преимущество именно модульной металлочерепицы. А теперь это будем показывать на реальных объектах. Матовый цвет коричневый. Все три крыши матовый и коричневый цвет. Так что, как-то так. Куда вы с вами приедете, Паша, если ты пригласишь? Приезжай, да. Может быть, что-то покажешь. Нам какие-то особенности уже реально на объекте. Так, спасибо вам большое, что пригласили. Всегда рады видеть. Думаю, что сейчас будем предлагать этот фасад. Какие-то клиенты будут, я думаю, соглашаться. Потому что именно ваш металлический ссайдинг, он прикольный. Реально не колхозный. Спасибо, Паша, что нашел время, тоже подъехал. Пообщались, немножко рассказали про фасадные решения. Надеюсь, будем дальше работать в этом направлении. Все, друзья, спасибо вам за внимание. Пока.